Всем добрый день! Очередная посылка с китайского интернет-сайта Алиэкспресс. У нас в посылке должен быть мини-пси. Вес посылки больше 2 кг. Доставка бесплатная. Но мне кажется, она просто входила в оплату этого компьютера. Вот такая вот немаленькая посылочка. Продавец очень отзывчивый, но, к сожалению, небольшая ложка дегтя. При общении с продавцом было написано, что отправят посылку в течение 24 часов. Но, к сожалению, отправляли 5 дней. Хотя там у них на сайте написано, что отправка в течение 3-7 дней. Но, как бы, могли бы не обещать. Так, на все вопросы ответили. Я попросил, чтобы они установили Windows 7. Посмотрим, установили ли нет. Открыл посылку. Сейчас вытащу коробочку. Вот такая вот большая коробочка. Написано, мини-компьютер. Все из алюминия. Нет вентилятора, нет шума. Двухъядерный процессор. Поддержка Full HD 1080p. Поддержка 3D Game. Поддержка 1 гигабит сети. Что здесь еще мини-мини. Но это разные корпуса. Первоначально был выбран вот такой корпус. Продавец сказал, что он дороже. И предложил вот такой вот. Этот на несколько сантиметров, по-моему, меньше и тоньше на сантиметр, чем этот корпус. Здесь решеточка алюминиевая. Думаю, будет лучше вводить тепло с процессора. Как бы мне было не принципиально, поэтому... Ну, а этот наш этот. Также вы видите, еще такие есть корпуса. Ну, посмотрим, что там внутри. Как видите, на коробке производитель не написан. То есть, получается, как говорится, ненемовский. Так. Сам компьютер. Вот такой вот. Это разъем для того, чтобы можно было подсоединить к монитору или к стенке. Это разъем для того, чтобы можно было подсоединить еще винчестер. Что там внутри шатается на переходники. Дальше подставочка для компьютера. Две антенны. Кабель для подключения к сети. Это, видно, болтики для винта. Кабель для подключения к монитору или к телевизору. Ну и блок питания. Адаптер. Итак, пройдемся быстренько по разъемам. Вход микрофона. Выход на колонки. 4 USB. Разъем для витой пары. Выход на монитор ВЖА. Выход HDMI. Блок питания. Так. Как видите, отверстие для вентиляции. Отверстие. На это кнопка включения, выключения. Здесь тоже 2 USB. Ну и 2 антенны. Wi-Fi. И что мы видим внутри. 4 гигабайта оперативной памяти. Сделано в Корее. Это я попросил, чтобы поставили именно самсунгскую память. Там можно на выбор. Модуль Wi-Fi. Видите, выход на антенки. SD на 32 гигабайта, по идее, должен быть. Честно, не помню, сколько я заказывал. Ну, сейчас включим, посмотрим. Ну и та же разъемы питания для винчестеров. Это включение кнопочки. Включение 2 еще USB. Ну, как видите, нету вентилятора. Ну, разъемы вы видали. Поэтому сейчас подключим к монитору. И посмотрим на софт. И на железо с помощью винды. Итак, подключаем компьютер. Вот, как видите, быстренько загрузилось. Да, 32 гигабайта стоит. SD-Wind. Форматированный NTFS. Процессор Intel Core 4015U. Памяти 4 гигабайта. Как я уже вам показал, стоит накопитель на 32 гигабайта. Свободно. 11 гигабайт. Занято 18. При покупке этого компьютера вы можете поставить и 64, и 128, насколько, говорится, вам нужно будет памяти. К этому компьютеру можно подсадить еще винчестер сериалаташный или выносной через USB без проблем. Как вы слышите, ничего не гудит. Полная тишина. Я из-за этого и покупал этот мини-PC. На данный момент это все. Мини-PC пришел в рабочем состоянии. Все подключилось, все работает. Теперь мне осталось протестировать его на определенные программы. Оставляйте ваши вопросы ниже под этим видео. Я постараюсь на них ответить. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся и ждем следующее видео с более детальным обзором программ, которые работают на этом компьютере. До свидания.